Риппи А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Так быстро я еще никого не находил Это все только потому, что я большой Катя это не мешает Кстати, а где? Вам маленьким, и прятаться легче, и вообще все, никаких забот Уверен? Я бы с радостью побыл фиксиком, жаль, это невозможно Хм, возможно Как? С помощью очков виртуальной реальности Точно! У Кати как раз так и есть Жаль, она все самое интересное пропустит Как же, без меня вы очки не найдете? Ой Внутри очков виртуальной реальности есть две линзы, на которой выступает изображение Оба глаза видят очень похожие картинки, но снятые камерами с разных углов И мозг думает, что это один объемный 3D кадр Сколько ни верти головой, его краек не видно Кстати, все движения чувствуют датчики, поэтому в виртуальных очках можно играть, кататься на аттракционах и даже тренироваться Готово! Мы такую игру придумали! Сейчас проверим, какой из тебя фиксик Тебе надо добраться до кухни и починить тостер за 5 минут Мне и трех хватит! Включайте! Ого! Какое все огромное! Ой, мамочки! Прыдай! Высоко! Я говорил, он и минуты не протянет Тыдыщ! Это было нетрудно А теперь доберись-ка до лестницы Да тут всего три шага Ага, 133 Беги, Тим Димыч! Беги! Ой! А фикси-бор-то где? Фиксика всегда выручает смекалка Тим Димыч, хватайся за веревку Ого! Мамочки! Надо будет тоже так попробовать А-а-а! Кусачка, привет! Кусачка? У меня дома? Шутка! Ай! Это же я! Ой! Ай! 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 Рано радуешься! Еще тостер чинит! Минута осталась! А как я без помогатора? Ну... Ай! Тоже шутка Ой! Ай! Помогите! Ай! Помогите! Оскар, беги! Дыши, фикси! Тут темно же! У меня и волосы не светятся! Спасите! Не хочу быть больше фиксиком! Первые очки, в которых можно было увидеть объемное изображение, изобрели еще в 19 веке. Назывался этот прибор стереоскоп. Ничего не напоминает. Сегодня в похожих очках смотрят кино в формате 3D. А теперь вернемся в прошлый век. Тогда придумали первый аттракцион с виртуальной реальностью. Затомывая голову внутрь вот такой машины, человек ощущал себя, например, гонщиком. Он видел картинку, слышал звук, чувствовал запах. И кресло под ним фибрировало. А сегодня сидеть на одном месте не нужно. Просто надеваете на голову шлем, берете пару датчиков и выигрят. Спасите! Спасите! Все, все, снимай очки! Кто я? Где я? Ну как, легко быть фиксиком. Никаких забот. Пожалуй, я лучше останусь человеком. А я другую игру принесла. О, вот тут ни от кого прятаться не надо. О, опять! Нет! Вечный двигатель Мы первые. Никто к знаниям не тянется. Привет, Фрик, привет, Гик. Пока, Фрик, пока, Гик. Ты куда? А урок? У Игрека заслуженный выходной. Ах, что придумал. Дворники для очок? Очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте. Хм, мы уже кое над чем работаем. Тоже изобретаете? Да, покруче твоих дворников. Любопытно. Завтра покажете? Хм, да без проблем. А пока, извольте идти в класс. Интересно. Но я тебе вчера выходной дал, чтобы отдыхать, а не работать. Кстати, а где близнецы со своим изобретением? Я тут. Один. А Гик скоро придет. Но не будем ждать. Наш вечный двигатель представлю я. Перпетум модуле? Чего? Показывай, показывай. Готовы? Та-дам! Ну, я домой. Но вечных двигателей не существует. Представьте, как было бы здорово иметь вечный двигатель. Один раз запустил такую машину, и она бесконечно переносит груз, запускает воду по трубам. Дает тепло и свет. Все это без остановки, зарядки или заправки. Ученые веками пытались создать такой механизм. Но пока ни одна попытка не увенчалась успехом. Ведь сама идея вечного двигателя противоречит законам физики. Опять ты умничаешь? Но работает же. Надо разобраться. Чего разбираться-то? И вообще, мы обещали, мы сделали. Оставайся изучать. А мы на урок. Да он же без меня все сломает. И ты оставайся. Так, это я проверил. Не устал? Мы уже часто торчим. Мы его к розетке подключили. Где провод? Тебе надо, ты ищи. А, где-то потайная подача воздуха. Или колесо само крутится. Понимаешь? Само. Бесполезно. Может, хватит, а? Устанавливается. А, показалось. Все, проверка окончена. Это странно, но вы правда изобрели вечный двигатель. Ох, дошло, наконец. Давай, топок профессору. А я домой. Что так долго? Я чуть не умер. Сам покрути. Расслабься. Выходной наш. Гиг. А ты долго продержался. Многие изобретатели хотят создать что-то гениальное и прославиться на весь мир. Только не у всех получается. С давних пор ходили легенды о философском камне, который превращает любой металл в золото. Алхимники почем зря мешали всякую всячину, лишь бы добыть его. А в древнем Китае император жаждал получить эликсир бессмертия. Ведь человек, выпивший его, обретет вечную жизнь. Сколько шарлатанов пришло к царю, чтобы объявить, я нашел уникальный рецепт с надобием. Но мы-то с вами знаем, что такого рецепта не существует. А настоящий ученый живет не ради славы, а ради науки. Вот как это работает. Умно. Все-таки придется вам дать выходной. Мне уже больничный нужен. Ха-ха-ха. А эликсир вечной молодости вы тоже можете сделать. Два выходных, и он у вас в кармане. А-а-а, показалось. Я в порядке. Волшебная палочка О, Дим Димыч, ты как здесь оказался? Очень просто. Мне волшебную палочку подарили. Вот. Класс. Какая еще волшебная палочка. Я не верю. Ну и зря. Она любые желания исполняет. Смотри. Не хочу сегодня идти в школу. Стоп. Тыщ, ты, тыщ. Дим Димыч. Только что звонила учительница. Говорит, что твоя школа куда-то исчезла. Странно. Значит, я в школу не иду? Ну да. Вместо школы пойдем в зоопарк. Ура! Вот это настоящее чудо. Чудес не бывает. Бывают иллюзии. А что такое иллюзия? Это когда мы видим совсем не то, что есть на самом деле. Вы видели, как фокусник достает кролика из пустой шляпы? Думаете, это волшебство? Нет, это просто иллюзия. На самом деле, кролик спрятан в столике, на который фокусник кладет свою шляпу. А в донышке шляпы есть потайная дверца. Фокусник просовывает в нее руку, хватает кролика за уши и оле-оп! У каждого фокуса есть свой секрет. У каждой иллюзии объяснение. А эта палочка все равно волшебная. Хотите, я вам сейчас тоже кролика достану? Сто тысяч тыдыщ! Ой, не получилось. Ну и кролик. Сейчас еще раз. Сто тысяч тыдыщ! Сто тысяч тыдыщ! Дим Димыч, может, хватит? Нам одной кусачки хватало. А теперь их три. Эй! А-а-а! 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 Эй! Дим Димыч! Скажи своим кроликам, чтобы так круто не лали! А-а-а! А-а-а! Читыщ! Читыщ! А-а-а! Что? Испугались? Но тут белые за маленькими гонятся. Я большой! Я большой, как Дим Димыч! Я большой! Ой, Нолик, осторожно! Как вы такие большие живете? Неудобно же! А я думал, это вам, маленьким, неудобно. Дим Димыч, ты готов? Ой, а почему у нас три собаки? А это кто? О-о-о! Нет! Ты чего кричишь? Мне приснилось, что у меня волшебная палочка. И я вас случайно большими сделал. А мама увидела. Ужас! Я бы тоже закричал. Вот бы мне настоящую волшебную палочку. Мы, фиксики, не верим волшебников. Но верим в людей. Ведь люди часто творят настоящие чудеса. Когда-то полеты в небе были несбыточной мечтой. А сейчас любой человек может взлететь в небо на самолете. Раньше думали, что на Луну можно попасть только благодаря волшебству. Но космонавты побывали уже и на Луне. В сказках люди виделись и говорили друг с другом с помощью волшебного зеркала. А теперь для этого есть интернет и телефон. Холодильник, телевизор, автомобиль, компьютер. Многие вещи, созданные человеком, умеют делать то, что раньше сам же человек считал сказочным чудом. Зачем тебе волшебная палочка? Можно было бы в школу не идти. Дим Димыч, поторопись. Мы сегодня идем в зоопарк. А в школу не идем? Хм, смешно. Может, я еще сплю? Нет, просто сегодня воскресенье. Вот и все волшебство. Винтики Эй, Эй, Дим Димыч, о чем задумался? А? У вас сочинение задали. Мой лучший друг. Думаю, про кого писать? Как про кого? Разве не я твой лучший друг? Фу ты, как я сразу не подумал? И сейчас не думай. Это же секрет. Забыл, что обещал, когда мы познакомились? Помню, конечно. Хм, что это с кусачкой сегодня? Кусачка, что ты привязала с этим винтиком? Что с тобой? Да отстаньте от них. Успокойся. Ты мне самолет сломаешь. Что это было? Что это было? Эй, превращайтесь обратно, а то не выпущу Ну, пожалуйста, не будьте Я маленьких не обижаю Только один вопросик задам и отпущу Норик, ты что? Он мне обманет Чего смотришь? Давай свой вопрос Вот это да! А кто вы такие? Фиксики! Все, мы ответили Отпускай нам! Подождите, а кто такие фиксики? Это уже второй вопрос Ты же обещал нас отпустить Обещал Ну, убегайте Зинька, давай ему скоражем Я бы глазами вижу, ему можно верить Ладно, ответим Только поклянись, что никому не расскажешь Клянусь! Фиксики Это маленькие человечки Которые живут в машинах и приборах И ухаживают за ними Чинят, чистят, смазывают Люди об этом не догадываются Они думают, что если сломанный прибор постоял-постоял А потом снова заработал То это произошло само собой На самом деле Ничего само собой не происходит Просто внутри живем мы Фиксики И без нас у людей Было бы с техникой намного больше проблем Классно! А как вас зовут? Это уже третий вопрос Меня зовут Нолик, а я Симка А меня Дим Димыч А вы еще придете? Ну вот Я чуть не стал единственным в мире мальчиком С которым дружат фиксики Я тогда решил, что вы больше не вернетесь Да мы не собирались возвращаться Но потом нам очень захотелось стать Единственными в мире фиксиками Которые дружат с единственным в мире мальчиком С которым дружат фиксики И который до сих пор нас не выдал Фиксики изо всех сил стараются избегать людей Они боятся, что люди, узнав о фиксиках Начнут их отлавливать и держать в неволе Как домашних животных А еще хуже Потащат в свои научные лаборатории И будут там изучать под микроскопом Или ставить над фиксиками опыты Или вот возьмут люди И вообще перестанут ухаживать за машинами и приборами Решив, что фиксики будут делать за них всю работу А если сами люди Не будут беречь свою технику Чинить ее и чистить То она так начнет ломаться Что уже никакие фиксики не помогут Словом, прячусь от людей Фиксики поступают мудро Ладно, напишу про кого-нибудь другого Есть у меня один друг Друг Точка Он любит ремонтировать приборы И зовут его Но И зовут его Толик Вода Я готова Нолик Дома останется, как договаривались Ага, лечу Куда? Нолик, ты тут? А мне пора Я с тобой Нет У нас важное дело Маленьким туда нельзя Почему? Оно очень ответственное, но скучное А ты нетерпеливый Будешь всем мешать Я? Да я самый главный терпец Терпун Терпеливец Закажи Как? Видишь Фильтр Сиди и считай, сколько воды он очистит А сколько надо? Насчитаешь сто стаканов Тогда поверю Зачем этот фильтр? Нельзя просто воды попить Ты не зевай Один стакан уже есть Без воды жизнь невозможна Человек на две трети состоит из воды И ему все время нужно ее пить Но только чистую Из редких озер вода попадает в дома Через водопроводные трубы По дороге ее очищают от мусора и грязи Но все равно Там могут остаться вредные вещества или опасные микробы Поэтому люди и пользуются фильтрами Через такой барьер никакая гадость не проберется Два Десять Ха! Где вы все? Вообще не бьют Я тут надолго Дин Диноч Пить хочешь? Вон вода! Я воду не хочу Надо! Ты разве не знаешь, что почти весь состоишь из воды? И что? А вдруг она кончится? И один Димыч останутся только кожа и кости И мама так про меня говорит Кожа да кости Вот! А ты пить отказываешься Еще! Еще! Давай-давай! Не могу! Место кончилось! Еще полно места! Чего ты ко мне с этой водой прицепился? Мне надо посчитать, сколько воды очистит фильтр Очень надо! Ее что? Только через меня можно считать? Я же лопну! А мне что делать? Целый день тут сижу один А вы не пьете Ой, что это? Фильтр сломался! Звони Симке скорее! Четыреста семнадцать Четыреста шестнадцать Четыреста семнадцать Четыреста семнадцать Четыреста семнадцать Симка, тут авария! Фильтр горит! Очень смешно Там что-то случилось Летим! Где авария? Посмотрим Да, теперь еще и фильтр чинить Он не сломан Красная лампочка Это индикатор Означает, что кассету в фильтре пора менять С давних пор человек придумывал Как ни о чем не забыть Ничего не перепутать Узелки на веревках Напоминали, что пора Отдать долг или собирать урожай Зарубки на деревьях Помогали запоминать числа Позже люди придумали счеты Календари и ежедневники Сейчас стало куда проще Вещи сами обо всем напоминают Будильник поможет вовремя проснуться Громкий таймер духовки Не сжечь перо Зеленый свет лампочки индикатора Показывает, что прибор включен И можно пользоваться Красный наоборот Умная техника Сама подскажет хозяину Что надо делать А то эти люди такие рассеивные Готово! Пища! Теперь еще на две тысячи стаканов хватит! Две от пищи? А с этим что делать? Ой! Ладно, Нолик, ты и так справился Молодец! Да? А то я могу Дим Димыч, водички хочешь? Нет, больше не могу Кончилось мое терпение У него тоже индикатор сработал. Вертолет. Это очень важное дело. Я успела? Ой, девочки, прям не терпится. Начнем. Привет! Откуда у вас вертолет? Его чудаком выбросили, а мы подчинили. Полетели с нами. Не можем, у нас дело. Какое важное. Летайте в другом месте. Конечно, конечно. Продолжим. Презвратите. И нам мешайте. И сами свалитесь. Сажайте вертолет. Мы не можем. Но вы же им управляете. Нет. Наш пилот Игрек. Игрек вперед. Главное в вертолете – это пропеллеры. Самый большой из них – несущий винт. Когда двигатель его раскручивает, винт вращаясь отталкивается от воздуха с такой силой, что поднимает вертолеты вверх. Конечно, вертолеты летают не так быстро, как самолеты. Но зато они могут легко сесть на крохотный клочок земли. А еще вертолеты умеют подолгу висеть в воздухе и даже летать задом наперед. Игрек, ладно, эти бестолковые. Но ты-то понимаешь, что это опасно. Сажай. Сейчас, сейчас. Это же удивительная винтокрылая машина. Еще Леонардо да Венчи рисовал такую. А я ей управляю. Ну, вообще-то молодец. Такой аз за штурвалом. Умный. И храбрый. Такие нравятся девочкам. Да, я такой. Ну и молодец. Сажай. Игрек! Вина! Готовься! Будем прыгать! А как же я? А-а-а! А-а-а! Фаер где? Здесь! Здесь! Вы могли разбиться. Если бы не мы... Если бы вы не отвлекали нашего пилота, все было бы хорошо. Настоящий пилот не должен отвлекаться. И он сначала долго учится летать на тренажере. Так, Игрек? Ага. Ну, у нас такого нет. Секундочку. Самолеты, герстолеты, поезда, даже обычные автомобили. Это сложные машины, и управлять ими непросто. Засмотрелся в сторону, и аварии не избежали. Поэтому будущих пилотов, машинистов и водителей долго учат теории из-за партии. А потом учат летать или ездить по рельсам на специальных тренажерах. Вот, например, точная копия кабины самолета. Только без крыльев и вместо стекол экраны. Потянул за рычаг, и кабина поворачивается так, как будто ты взлетаешь. А на экранах под облаками бежит земля. Аж дух захватывает. Таких тренировок должно пройти очень много, прежде чем пилота пустят за штурвал настоящего самолета. Пилотный тренажер готов! Ух ты! Чур, я первый тренироваться! Полетели! Дети! Правда, Игрик? А я только одним глазком посмотрю. А что они там делают? Так, мало ли что. Подождите! Сейчас моя очередь! Мальчишки, ни капли серьезности. Кстати, о серьезности. У нас ведь очень важное дело. Точно! Вот не знаю, куда их прикрепить. Может, на помогатор? Очень сложная задача. Да, не то, что у этих мальчишек. Вентиляция Дим Димыч! Дим Димыч! Иду! Симка, шпуля, смотрите! Правда красиво? Ой, прелесть! Безделушка! Какая в нем польза! Польза? Он к заколке подходит. Польза! Это когда вещь нужная. Вот, как веревочная лестница. Прелесть! И куда ты по ней полезешь? А вот в зеркальце вещь полезная и красивая. Какая прелесть! Ой, у тебя шпуля все прелесть. А зато такой стуки у вас точно нет. Ой, что это? Механическая рука. Наверное, спину чесать удобно. Зато у меня есть фотография Вектора с его подписью. Это какой Вектор? Это который самый смелый фиксик на свете? Да, и самый красивый. Может, это не он? Ну-ка, дай посмотрю. Не дам. Запачкаешь. А это не он. Он. Нет. Да! А ну-ка... Куда? Ой! Что это было? А, сквозняк. Это ты во всем виновата. Сама виновата. Нечего было хвастаться. Девочки, не ссорьтесь. Давайте искать. Катастрофа! Потерять портрет самого знаменитого фиксика. Катастрофа будет, если портрет фиксика найдут люди. Куда же он улетел? А что, если... Правильно! Надуем мыльные пузыри, посмотрим, куда он полетит. Туда же и портрет улетел. А знаете, откуда берутся мыльные пузыри? На поверхности любой жидкости есть невидимая пленка. Тонкая, но прочная. Хотите ее обнаружить? Налейте в стакан до самого края обыкновенную воду. А теперь опустите в него монету. Только осторожно. Ребром. Еще одну. Еще. Еще. Видите? Вода не выливается, а поднимается горкой. Воду удерживает та самая пленочка, или, как говорят, сила поверхностного натяжения. Благодаря этой пленке вода собирается в капли. Она же помогает выдувать мыльные пузыри. Мыло в воду добавляют, чтобы пленка была более прочной. Но мыльные пузыри все равно лопаются. Ну вот, осталось надуть. Давайте вместе. И... Стойте! Так не пойдет. Здорово! Вентиляция! Как я сразу не догадалась. Вы замечали на кухне или ванной отверстие с решетками? Это вентиляция. Там за решеткой начинается длинная труба воздуховод. По таким трубам из помещения удаляется несвежий воздух вместе с неприятными запахами. Старый воздух будет быстрее уходить в вентиляцию, если вы откроете окно на улицу и впустите в помещение свежий воздух. Проветривайте комнаты почаще. О, вижу! Он там зацепился! Хватай! Пока не улетел! А чем? Как чем? Забыли, что у меня есть? Ты-ды-с! Муа! Спасибо, Симка! Что бы мы делали без твоей механической муки? И без твоей лестницы! Я тебе ее подарю! Ой, спасибо! А это тебе! Девочки, какая прелесть! Симка, ты здесь? О, а что это у тебя? Зеркальце! Правда красивое? Ну, девчонки! Все одинаковые! Весы! Кусачка, хватит уже! А вдруг она ловит что-то важное? Ты чего? Это же собака! А вы разве не знаете, что у собак есть шестое чувство? Это как? А так, они чувствуют то, чего не чувствуем мы! Надо открыть ей дверь! Мы с папой ушли в гости! Не забудь покормить кусачку! Мама! Ой, они же утром говорили! А я забыл! А ты не верила в шестое чувство? Ага! Только у кусачки это чувство голода! И сколько корма ей давать? Вот, в табличке все написано! На один килограмм веса собаки один стаканчик корма! На четыре... Ага! Ясно! А в кусачке сколько стаканчиков? Ой, то есть килограммов? Не знаю! И что делать? Как что? Будем взвешивать кусачку! А чем? Весами! Они есть у твоего папы в кабинете! Точно! Идем! Слушай, а твоей маме не обидно, что кабинет есть только у папы? Не! Мама говорит, что ее кабинет это кухня! А вот и весы! Между прочим, люди изобрели такие весы много тысяч лет назад! Чтобы узнать вес предмета, нужно сравнить его с другим предметом, вес которого мы знаем! Например, нам нужно взвесить арбуз! Мы кладем его на чашу весов, и она опускается вниз! Теперь ищем гирю, которая снова выровняет чашки! Так, это тяжеловато! А, вот это в самый раз! Гиря весит 10 килограммов! Значит, и арбуз весит 10 килограммов! Вот так просто работают весы! Ну что, начнем? Кусачка! Прибежит она, как же! Ее теперь с места не сдвинешь! Я знаю, что делать! Держи этот кусочек формы, пока я буду ее взвешивать! Быстрее! Держи, кусочек! Сейчас! Быстрее! Взвесил! Ровно 2 килограмма! Собака весит 2 килограмма! Значит, нужно 2 стаканчика! Думаете, ваших домашних животных можно кормить чем угодно? Э, нет! Чтобы они были здоровы, им, как и людям, необходимо правильно питаться! Сейчас для птичек, рыбок, собак, кошек и прочих домашних зверушек придумали специальный корм! В нем смешали все, что нужно вашим питомцам! Мясо, рыбу, разные зерна, овощи с фруктами, витамины! Такой корм называется сбалансированным! Варить его не надо, он уже готов! Просто насысть его в миску, и ваша собака счастлива! И кошка тоже! И птичка! Ну и рыбка, конечно! Только не перепутайте! То, что едят собаки, рыбкам не подойдет! Каждому животному свой корм! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это зачем? Ой, мама звонит! Ничего себе! А как кусачка догадалась? Шестое чувство! Алло! А ты не верила! Вирус Дим, Димыч, на повороте отгоняй! Агент! А теперь баллы вперед! Берегись! Есть! Обогнали Ваську! Играем дальше? Все! Это был последний уровень! Эх! Только разогнались! Погоди-ка! Что тут написано? Поздравляем! Ваш приз! Смартфон! И новые крутые уровни для игры! Ого! Класс! Жми скорей! Я бы не нажимала, куда попало! Да ладно тебе! Ой! Эй! Что это? Цифры кто-то стер! Ну вот! Я же предупреждала! А может это Васька? Васька? Точно! Обиделся, что мы его опередили! Не надел шапку-невидимку! Прокрался в комнату! И стерся из компьютера! Стоп! Какая шапка-невидимка! И Васька тут ни при чем! Похоже, это вирус! Тогда надо маму Дин Димыча позвать! Зачем? Она же врач! Точно! Она этот вирус быстро вылечит! Да нет же! Стоп! Компьютерный вирус лечат по-другому! Врач тут не поможет! Тем более, тем более и зубной! А кто поможет? Специальная программа! Антивирус! Компьютерный вирус – это программа-вредитель! Он может не только стереть или украсть важную информацию, но и вообще сломать компьютер! А самое страшное, что вирус очень быстро размножается и через сеть заражает другие компьютеры! Совсем как человеческая болезнь! Найти и обезвредить вирус поможет программа «Антивирус». Антивирус лечит и защищает компьютер от новых болезней! И кстати, у твоего папы на компьютере есть антивирус! А у меня нет? Нет! Ты разве кого-нибудь пустишь к компьютеру? Тебе же некогда! Пап, может другой раз? На еще минуточку! Я чуть-чуть поиграю! Смотрите! Этот вирус сейчас все разрушит! Это что? И компьютер? И мы все исчезнем? Точно! Стоп, стоп, стоп! Без паники! Нужно срочно спасать технику! Дим Димыч, у папы в кабинете коробка с антивирусом! Тащи! Игры, музыка, мультфильмы, много интересного есть в интернете! Но там, как и в обычной жизни, надо соблюдать несколько правил! Посещай только те сайты, которые знаешь! Иногда за красивой картинкой может скрываться вирус! Да и обманщиков в интернете хватает! Поэтому не стоит рассказывать всем подряд, где ты живешь! Или отправлять смс-ку, чтобы скачать игру! А если тебе пришло письмо или сообщение от незнакомых людей, Сразу покажи родителям! Общайся только с теми, кого знаешь! Только не сиди целыми днями в интернете! Ведь нет ничего лучше прогулки с друзьями на свежем воздухе! Все! Враг уничтожен! Круто! Проверим! Осталось удалить антивирус! Зачем? Не надо! Надо! Эту программу должен устанавливать только взрослый! А иначе все догадаются, что тебе фиксики помогли! Так что извини! Готово! А вот и папа! Пап, поставь мне антивирус! Пожалуйста! Прямо сейчас? Давай попозже! Нет! Не надо ничего откладывать! Ну вот! Теперь компьютер защищен! Чего это ты вдруг такой сознательный? Да так! Мало ли какие вирусы в сети бродят! Точно! Видеосвязь Срочно включи камеру! Это я, Симка! Так я и знала! Нолик, ты почему не в школе? А что, пора? Давно пора! Лечом! Симка, а это и есть ваша школа? Вообще-то, это лаборатория профессора Чудакова! А в ней наша школа! А в ней наша школа! А там кто? Сам профессор? Где? Ну ты да, Лёшкин Дивич! Это же манипулятор! Чего? Ну, такая железная рука! Ух ты! А покажи, что там у вас еще есть! Как же я покажу? По видеосвязи! Компьютеры и планшеты умеют связываться между собой по интернету! Поэтому через них можно разговаривать с другим человеком, как по телефону! А если в компьютере есть видеокамера, то он может передать через интернет не только твой голос, но также изображение! Это называется видеосвязь! С ее помощью можно и слышать друга, и видеть его! И показывать ему все, что видишь сам! Ладно, смотри! Вот здесь у нас химические приборы! А здесь... Видал, Дим Дивич, я уже тут! Ого! Быстро долетел! Ну и тут, отойди! Ты лабораторию заслоняешь! Ничего я не заслоняю! Уйди не мешай! Не уйду! Дим Димыч, что это ты смотришь? Я? Превратимся в Индии! Позно, он нас заметил! Я смотрю мультик про смешных человечков! Я тоже хочу! Да этот мультик неинтересный, я его уже видел! Вот этот, синенький человечек, сейчас будет прыгать! Он что, издевается? Прыгай давай, ты мультик! А эта рыжая девочка будет петь! И танцепать! Действительно смешные! Они еще быстрее могут! Ну ладно, не буду мешать! Все, отдыхайте! Папа ушел! Ну, Дим Димыч! А чего это вы тут делаете, а? Кино смотрим! А почему на моем компьютере? Извините, профессор! Прости, Евгений Евгеньевич! Хорошее, это хоть кино! Ага! Очень смешное! Правда? Да! Вот этот мальчик, он так смешно руками размахивает! И кукарекает! Кукареку! А сейчас он еще будет бумагу есть! Я же не могу все сразу! Так-так-так-так-так-так! Кино говорите, да? Людям всегда было интересно увидеть, что происходит там, где их нет! И они придумали, как передавать изображение на расстояние! Сейчас, не выходя из дома, можно посмотреть, что происходит на соседней улице или вообще на другом конце земли! С помощью видеосвязи врачи помогают коллегам делать сложные операции! Учителя проводят видеоуроки, а ученые – видеоконференции! По видео можно попасть на спектакль в другой стране! Даже находясь в космосе, человек может почувствовать себя как дома и просто поболтать с друзьями! Да что в космосе! Уже почти в каждом планшете и телефоне есть видеосвязь! Это наш друг, Дим Димыч! Очень приятно! А я профессор Чудаков! Так вы, значит, тоже друг Фиксика? Да! Но это секрет! Ну что ж, рад познакомиться! Друг моих друзей – мой друг! А кто такие Фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие Фиксики? Большой-большой секрет! Фиксики? Фиксики? Субтитры сделал DimaTorzok Фиксики? Ну что…